Всем привет! Я очень рада, что вы зашли на мой канал и уделяете время этому видео. В этом видео я буду показывать макияж и я решила создать такой уже праздничный макияж. Здесь акцент, конечно же, на губах, как вы могли заметить. Глаза выполнены достаточно просто. Я надеюсь, что вам понравится. Если хотите узнать, как я его сделала, тогда смотрите дальше. Мой макияж всегда начинается с того, что я наношу базу под тени. И, как обычно, использую Painterly Paint Pot из мак и распределяю пальцы на верхнем и нижнем веке. Румяну от NYX я буду использовать для того, чтобы оттенить складочку века. Этот оттенок я наношу с помощью пушистой кисти для оттушевки в складку века. От внешнего уголка к внутреннему, немножко круговыми движениями, для того, чтобы у нас была дымка, а не четкая линия. На все подвижные века я решила нанести вот такие тени от Dior. На самом деле, тут совершенно не принципиально, какие тени вы будете использовать. Мне просто захотелось, чтобы основной цвет был таким очень ярким, искрящимся, как шампанское. Именно поэтому я взяла тени, которые просто были у меня уже. И потом я решила пройтись золотым карандашом от Make Up For Ever по нижней слизистой. И не набирая лишних теней, я растушевываю кистью для оттушевки, на всякий случай между собой, эти два цвета. И после этого покрываю верхние ресницы тушью. Макияж лица также начинается с праймера. Я использую свой настоящий момент открытый праймер от NYX. И тональным кремом Nars Share Glow я выравниваю тон лица. И как я уже несколько раз упоминала, и скажу на всякий случай еще раз, такие тональные крема, которые нацелены на придание лицу такого свежего вида, сияния, такие-то крема я люблю наносить с помощью мокрых спонжей, так как они усиливают этот люми эффект тональных основ. И для того, чтобы замаскировать синячки под глазами, одно из любимых средств это персиковый корректор из MAC для того, чтобы скорректировать синеву. И затем консилер MAC Pro Longwear, очень плотный, совершенно не скатывающийся, наношу для того, чтобы выровнять тон на подглазном пространстве. Как всегда, с помощью пудры закрепляю все кремовые текстуры, и тональный крем, и консилер под глазами. Как вы видите, я совершаю движения поступательные, а не растирающие, и делаю это намеренно для того, чтобы тональный крем как бы приклеился к коже, а не для того, чтобы смазать его вместе с консилером, который у нас вообще-то скрывает какие-то недостатки. А затем я покрываю нижние ресницы туши, перехожу к бровям и выделяю их с помощью крандаша от Seventeen. Блик, уголок глаза и под бровь поставлю с помощью хайлайтера, который будем использовать потом на коже лица. И затем выделяю скулы с помощью хула от Benefit. Немножко выделяю скулы, также нижнюю губу и нос. Я в последнее время подсела на то, чтобы выделять свой нос. На самом деле, теперь мне кажется, что это делает очень большую разницу. И потом использую румяный рукатюр также от Benefit. Наношу на яблочки еще, растушевывая к вискам. Очень люблю эти румяна. Если я не знаю, что использовать, всегда использую их, потому что они подходят ко всему. И тот же хайлайтер Мэри Луминайзер наношу на скулы над верхней губой и на верхнюю половину спинки носа. И посмотрите на это сияние! Гвоздем нашей программы сегодня являются губы. Поэтому сначала я использую карандаш. Обязательно всегда использую карандаш, когда у нас будет цвет какой-то темный или очень яркий, насыщенный на губах. Для того, чтобы они смотрелись очень ровно, аккуратно, всегда очерчиваю с помощью карандаша губы и всегда закрашиваю губы для того, чтобы помада дольше держалась. Ну и после этого покрываю, естественно, губы помадой. Я использовала матовую помаду в оттенке Рири Ву из Мак. Она лимитирована. Такой же оттенок в Маке называется Руби Ву. Он в регулярной линейке и без проблем вы можете его купить. На этом наш макияж готов. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если так, я очень буду рада вашим комментариям. И всем до встречи в следующем видео! Курвы над верхней губой и немножко на верхнюю половину спинки носа. И я считаю, что при таком ярком макияже глаз то я вам понравилось. Расплessel.